Еще раз доброе утречко! Сегодня я уже выкладывала видео про то, как Света гуляет по магазинам Стокгольма и это меня немножко сподвигло пересмотреть свои все запасы, а их много посудных, потому что уже пару лет я хожу и ищу какие-то интересные вещи но потом со временем я понимаю, что не все из них используется и что-то более любимое, что-то менее любимое и потихонечку, конечно, пора расслабляться, устраивать такой магазинчик на диванчике, на котором мы сейчас вместе с хвостиком кстати, сейчас я его покажу так вот, жарко очень, сегодня у нас 32 градуса, я не знаю, когда говорят про 32 градуса, это вообще имеется в виду в тени или на солнце но солнце, мне кажется, там очень зашкаливает, поэтому тут немножко все лежим такие уставшие я уже все дела переделала с утра и осталось только выводить своего песика и что-то снимать для вас потому что на улицу, к сожалению, выйти не получается итак, ладно, давайте-ка без долгих вступлений и разговоров начну показывать то, что я отобрала, ну как бы в вещи, которые хочу предложить к сожалению, ничего не отсылаю, поэтому это скорее видео, как всегда, для наших рижских девочек кто в состоянии добраться и приобрести, если что-то ему понравится начну с Веры, я уже вчера о нем рассказывала на прогулке он очень такой красиво сделанный я не знаю, пользуется сейчас кто-то этим не пользуется поэтому, наверное, будет как подарок первому, кто приедет за чем-нибудь вот такой он прекрасный, складывается и можно с собой носить в сумочке если вдруг где-то в транспорте не включен кондиционер, то может быть он очень даже пригодится далее покажу две шкатулочки я так потихоньку буду шкатулки разбирать, потому что их много и вот эта, конечно, очень красивая она, видите, тут перламутра много различного и все так сделано, конечно, изумительно тут даже переливается что-то зеленого цвета перламутр где-то белого изображение птиц застежка в виде бабочки ну и вот такая вот шкатулочка даже с окошком, хочется сказать даже с зеркальцем такая вот небольшая, аккуратная такие вот вещи можно найти на барахолке но последнее время мне редко, кстати, попадаются красивые шкатулки так, солнышко будет то светить, то не светить потому что у меня частично закрыты жалюзи чтобы хоть немножко поберечься еще одна шкатулочка очень необычная, может быть, из-за этой необычности я ее и не пользуюсь хотя, конечно, она прикольная она фарфоровая или керамическая в виде какой-то передвижной лавки с посудой вот здесь вот она в этом месте открывается одной рукой сложно, немножко туговато, поэтому не буду открывать но там все внутри в порядке вот такая вот шкатулочка мне кажется, как для подарка, так вообще прекрасная вещь я больше сейчас переориентировалась на такие деревянные различные шкатулки из каких-то ценных пород дерева мне это более интересно вазочка вазочек, конечно, много но вот предложу такую она вряд ли для цветов она скорее декоративная потому что она насквозь прозрачная но по-своему интересная она мне понравилась в свое время вот эта своя журность я все время думала, как это все делается но на фарфоре, понятное дело, там на тарелках там вырезается а вот как вот здесь все это делалось, мне непонятно поэтому она мне понравилась такая нежная, изящная просто поставить где-то на полочку кувшинчик в очень деревенском стиле примерно на литр хороший такой старенький поэтому он такого цвета немножечко такого сливочного хотелось сказать топленых сливок ну вот, то есть не чисто белый а с таким прелестным рисунком цветочным там у нас что-то, по-моему, тоже шведское какое-то старое клеймо ну ручка, ну видно, что он такой как бы ретро кувшинчик ну вот для дачи, для какого-то загородного дома мне кажется, очень прелестный ну хотя, в общем, для любого дома потому что это очень красивая вещь маленький чайничек я собираю чайнички эгоисты но в последнее время я тоже переквалифицировалась на те, которые расписаны вручную это мне сейчас такое ну, наверное, любое хобби когда оно есть вначале оно заполняется заполняется как бы количественно потом уже ты начинаешь качественно подходить то есть возникают какие-то свои особые приоритеты свои интересы ну вот в данном случае хотя я люблю чайнички эгоисты этот как раз такой на одного человека но я теперь предпочитаю с ручной разрисовкой а этот вполне современный очень милый, красивый, беленький такой приятно из него попить чаю но только на одного человека здесь хватит еще одна вещица, которая приобрелась она мне очень понравилась тоже в виде чайника но на самом деле я думаю, что это для хранения лимона вот такая лимонница, если можно сказать вот тоже интересная вещица но не пользуюсь потому что лимон очень редко покупаю ну можно вот так на столе держать мне кажется, это будет красиво подсвечники беленькие ну то есть если кому-то для я знаю, что многие любят светлые стены даже белые стены и белые кухни и вот такие вот прелестные два подсвечника один меньше, другой больше для чайных свечечек ну просто создать может красивую композицию если еще найти какой-то небольшой поднос то будет вообще красиво лебедь лебедь-солонка ну вот стояла-стояла у меня на полочке но думаю, ну что стоит, если я им не пользуюсь вот крылышки у него открываются и там можно хранить соль или я не знаю, что-нибудь еще может быть и не солонка храните свои колечки какие-то ну вот такой вот интересная голова металлическая наверное ее можно очистить я не знаю, она посеребренная или из чего но очистить можно она будет, наверное, так же блестеть, как перышки просто я этим не занималась производство Италии забавная вещица но когда не пользуешься совсем-совсем то начинаешь думать а есть ли смысл такая вот небольшая стеклянная вазочка с крышкой что очень удобно потому что всегда там можно положить пару зефиринок и чего-то еще такого что не должно засохнуть ну такая вот тоже не пользуюсь больше предпочитаю старинные какие-то вещи симпатичная мисочка хорошего такого размера небольшого, не маленького, среднего красивым рисунком она... ну вот покажу клеймо японское, наверное, или китайское не знаю ну вот такой красивый рисунок белосиний если у кого-то много белосинией посуды то она как бы лишнее не будет здесь внутри тоже есть видите, цветочки всякие всякий такой ну и из синего еще вот такой кувшин стеклянный хороший я знаю, что многие любят синее стекло и вообще что-то синее на столе и я думаю, что это прекрасно смотрится в сочетании с белой скатертью еще какими-то предметами но у меня есть очень много других кувшинчиков которыми я охотно пользуюсь и этот вот стоит так не удел вот я в нем то воду наливала для цветов то еще что-нибудь ну в общем как-то не при деле поэтому жалко лучше пускай он у кого-то будет красиво стоять на столе и использоваться ежедневно во второй части покажу сейчас кое-какие чайные пары и тройки которые тоже приготовила на продажу язык не поворачивается сказать на расхламление но по сути так оно и есть ну вот пока несколько чашек кстати еще нашлась вот такая вот вазочка она японская и там какая-то техника вот это все тонкое позолото на самом деле ну вот тоже сливочного цвета если кого-то интересует так и есть одно трио такое вот немецкое это два немецких баварии и два английских красивая очень и очень много позолота почему такая темная почти бронзовая и вот тарелочки сейчас я отставлю клемма не показывает потому что они такие не очень выразительные маленькие их плохо видно нежная совершенно вот для травяных мне кажется чаев прекрасная широкой золотой полоской ну вот там видите вот такой вот клеймо не знаю вы что-то увидите не увидите была ли она когда-то тройка не знаю я покупала ее двойкой но у меня очень много подобных поэтому решила что оставлять нет смысла очень забавная на мой взгляд совершенно необычная нигде вы такую никогда не купите не достанете такая чайно-кофейная чашечка с различными знаками для того чтобы гадать по кофейной гуще надо просто посмотреть что все эти значки обозначает и когда вы выпиваете кофе остаток вы переворачиваете вот так вот на тарелочку и смотрите куда что попало ну очень такая она просто прикольная необычная такой вы действительно нигде никогда не купите всякие значки можно где-то почитать вам про гадание на кофейной гуще что это значит ну вот такая вот прелесть вообще мне кажется но я не пользуюсь и на кофейной гуще не готовят и еще одна английская где написано бонна чайна то есть такой тонкий к стеной фарфора с чудесными розами у нее объем небольшой то есть ее можно и как кофейную рассматривать и как чайная но я привыкла пить чай очень большими кружками и поэтому не сайте на то что мне тема роз нравится тем более здесь такие приятные очень красивые розы но решила что наверное она мне все-таки будет лишнее осталось кое-что из кофейных чашек там тоже есть с розами чашечка еще кое-какие и хотя много разобрали я очень рада что они нашли новый дом для себя но тем не менее еще что то есть ну вот на сегодня будет такой вот небольшой обзор если что-то кому-то интересно оставляю внизу под видео в описании свою почту пишите будем сконтактируемся как-то и если вам что-то нравится то это вас ждет